Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь, всех сердечно приветствую. Приветствую вас, дорогие друзья, и вы хорошо сделали, что пришли в это воскресное утро к нам. И давайте мы обратимся к Священному Писанию. Первое послание Тимофея, 4 глава. Я буду читать с 1 по 5 стихи. Первое послание Тимофея, 4 глава. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Апостол Павел пишет свое пастырское послание своему любимому ученику-пресвитеру-епископу в Ефесе Тимофею. Примерно это 62-65 годы нашей эры. В середине 60-х годов главной проблемой Ефесской церкви было нашествие многочисленных учителей и проповедников самых разнообразных ересей, в основном гностического характера. Учения иудейских сект и греческих гностиков постепенно проникали в христианство. И главные темы этого послания – это борьба с лжеучителями и увещевание о достойной христианской жизни. И давайте мы рассмотрим этот отрывок стих за стихом. Первый стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». И сейчас очень популярны стали проповеди о последнем времени. Здесь написано «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». И часто можно слышать «Братья и сестры, настало последнее время, посмотрите, наводнение, землетрясение, войны, чипы, прививки, ковид, QR-код, цифровой рубль. Не покупать, не продавать, 666, близко, вот-вот». И каждый раз мне хочется сказать «Постойте, Новый Завет четко нам говорит о том, что последнее время наступило более двух тысяч лет назад, а именно в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Петра, первая глава, 20 стих. «Вы искуплены кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Бог явился во плоти, родился младенец, наступило для людей на земле последнее время. И это произошло две тысячи лет назад, когда и в помине не было ни чипов, ни ковида, ни биометрических паспортов. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время». Эти слова апостол писал примерно в 90-е годы, после Рождества Христова. И о чем пишет Иоанн? Он говорит «Дети, ныне последнее время. Настало последнее время». Последнее время на основании Священного Писания – это долгий период человечества, период истории человечества от первого пришествия Христа до его второго пришествия. И считать, что только мой период именно моей жизни является последним временем – неверно. То есть Павел пишет не о 2023 году, а о своем времени. Он пишет, что это уже происходит. Первый стих. Отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Отступят от веры. Из-за чего, Павел? И он пишет. Из-за лжеучений. Ересь, которую проповедовали лжепророки в Ефесе, была тесно связана с практической жизнью. Позже это учение широко распространилось под названием гностицизм. Гнозис – это некое тайное знание, которое открывает особый путь к доброму Богу. Гностики объясняли мироздание как противоборство двух начал – духовного и материального. Сущность гностицизма заключалась в том, что дух человека есть абсолютное благо, как и дух в общем. А материя – тело – это абсолютное зло, потому что материю и материальные тела людей создал злой бог Демиург, или в различных сектах имя его было другим. Гностики утверждали, что все связанное с плотью, телом – это все зло, как и все, что в материальном мире. И здесь Павел пишет, третий стих, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Они проповедовали отказ от мяса и других видов пищи, они видели в этом зло. Само тело, они объясняли, что это темница души, и в нем, в его желаниях тоже зло. Но они наставили на том, чтобы люди воздерживались от брака, потому что влечение к другому полу – это тоже зло. Они проповедовали аскетизм, подавление телесных потребностей, часто были в постах, не мыли свои тела, отказывали себе в достаточной еде и сне. И эта ересь постепенно проникала в первоапостольскую церковь. И в церкви постепенно, под влиянием лжепророков, стали чаще появляться христиане, которые хотели быть строгими, более строгими, чем Бог, и говорили о том, что нужно умерщвлять свою плоть. Во втором стихе Павел пишет, через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести. Павел строго обличает и называет таковых лицемерными лжесловесниками, обманщиками, людьми, сожженными в своей совести или с выжженной дотла совестью. Совесть – это хорошее, прекрасное свойство человека. Но если человек начинает злоупотреблять чувство внутреннего самоконтроля, внутренней вины, то совесть может выгореть. У людей, которые долго и безысходно были подвержены чувствам вины, или которые долго манипулировали другими с помощью чувства вины, у таковых, в конце концов, совесть атрофируется, выгорает. И что же эти люди? Мы читаем в третьем стихе. Они не дают заключать браки, заставляют воздерживаться от пищи. При этом Павел обнаруживает, что источником этого учения является духи-обольстители, бесы. Сатана и бесы постоянно несут обман, чтобы извратить и исказить Слово Божие. Обман заключался в том, что отказ от мяса и брака, а также другие запреты, преподносятся как необходимые условия для спасения. А Павел уже ранее в послании к Колоссянам писал о таковых лже-пророках. Прочитаем Колоссянам 2 глава 16 по 23 стихи. Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемым и скрепляемым, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», что все истливает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении, а насыщении плоти. Послушайте, как 18 стих звучит в новом русском переводе. «Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение, и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом. Эти люди думают, раз они за смиренно мудрия, за самоотречение, то они-то и есть самые смиренные духовные. А Павел говорит, что они гордые и плотские, и ум их плотской и испорченный. Эти люди придумывают разные запреты». 21 стих. «Это не бери, это не трогай, это не ешь. Но эти заповеди не от Бога. Это заповеди и учения человеческие». 23 стих. Послушайте в новом русском переводе. «Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самотречение и изнурение тела. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями. Запреты на вступление в брак, употребление определенной пищи, лишь напускное благочестие – это видимое смирение, которое не меняет глубину, внутренность, не меняет сердце и не освобождает от нашей греховной природы, а значит, спасти не могут». И мы возвращаемся к нашему тексту из послания Тимофея, прочитаем 4 стих. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением. В книге «Бытие» Бог сотворил мир, и в каждом дне своего творения Он говорил хорошо. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Далее, после потопа, Бог сказал, «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Бог сказал, что есть мясо – это хорошо. Бог сотворил мужчину и женщину для жизни в семье. Брак – это замысел Божий. Вступать в брак – это хорошо. И продолжаем 5 стих из послания Тимофея. «Пища освящается Словом Божиим и молитвою». Христиане действительно молятся перед вкушением, и пища освящается молитвой. Итак, мы прошлись стих за стихом, а теперь давайте представим, что происходило в общине в Эфесе во времена Тимофея и апостола Павла. Брат ест мясо, а другой брат подходит к нему и говорит, «Брат, ты потакаешь свои плоти. Ешь только овощи. Мы должны стремиться к духовному, а не угождать плоти». И что начинает происходить у первого брата? То есть до этого он ел и благодарил Господа, а теперь он начинает мыслить, «Ай, правда, ах, что же это я?» А так как неверное учение повторяет ему и раз, и два, то совесть этого брата начинает его судить. «Как же это так? Я опять съел мясо». И чувство вины начинает овладевать его сердцем. И сегодня я хотел поговорить о чувстве вины, а точнее о ложном чувстве вины, что это такое и чем же оно отличается от истинного здравого чувства вины. Ложное чувство вины – это когда человек ощущает вину, хотя он не виноват. Определить это можно, только сравнивая со Священным Писанием. Если Божья истина осуждает нас, тогда и мы должны чувствовать себя виновными. Нам нужно приводить свои ощущения в соответствии со Священным Писанием, просвещая их Словом Божьим. Очень важно разобраться в том, а что является причиной моей вины. Прочитаем 2-е послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Если человек что-то сделал, и он понимает, что сделал плохо с точки зрения Бога, и ему стыдно перед Богом, он приходит к Голговскому кресту, он кается, исповедуется, и кровь Иисуса Христа омывает его и снимает с него вину». Христос пришел, чтобы снять с нас этот тяжелый гнет, этот груз нашей души, камень с наших плеч. Он пришел снять с нас вину. «Ибо печаль ради Бога, она угодна Богу, она по воле Бога, она производит покаяние и ведет ко спасению. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Печаль ради Бога – это хорошее, истинное, здравое чувство вины. Это здравое чувство вины приходит, когда мы непослушны Богу, когда мы делаем то, что противоречит Его Слову. И это величайшее благо для нас, это чудесный дар. Почему мы чувствуем вину? Потому что Дух Святой дает мне знание о том, что я нарушил волю Божью, Его Слово, потому я и чувствую вину. Нам это чувство не кажется приятным, но оно несет нам благо. Бог говорит внутри нас, «Эй, постой, постой, так нельзя, так неправильно, ты нарушаешь мой закон и попадешь в беду, остановись». С помощью этого хорошего чувства вины Бог заботится о нас. Истинное чувство вины – это болезненное чувство, да, которое приходит в результате неправильного поступка, и оно во благо. Бог желает, чтобы оно было у каждого, чтобы оно было у всех нас. Когда мы непослушны Ему, Бог желает, чтобы мы об этом знали, и чтобы это сознание проникало до глубины нашего сердца. Поэтому Слово Божие, оно и действует, как меч обоюдоострое, который действует до глубины нашего сердца. Истинное чувство вины через покаяние приводит нас к освобождению. Псалом 15,7. Давид молится. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Интересно, что перевод на русский «ночью учит меня внутренность моя». Там, именно в этом месте, на древнееврейском, дословно написано следующее. «Ночью мучили меня почки мои». Именно так там написано. Именно таким выражением Давид говорит о муках совести. «Ночью учит меня внутренность моя». «Ночью мучили меня почки мои». Душа и тело связаны напрямую и душевные муки порой отзываются физическими болезнями в нашем теле. И Давид благодарит Бога за это чувство вины, за эти муки совести. Почему? Потому что Бог вразумляет меня через это, говорит Давид. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». В 11 стихе, в этом же псалме, Давид говорит, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим». Совесть, друзья, это компас души. Бог исправляет наш путь, обращая наше внимание через компас совести. Ты сбился с пути, я укажу тебе путь жизни. Исправив путь, мы обретаем полноту радости пред лицом нашего Господа. Но есть, друзья, и ложное чувство вины. Ложное чувство вины может быть результатом неправильного мышления. Послушайте, не неправильного поступка, а мышления. Это плохое чувство вины, оно ложно. Предположим, у меня есть чувство вины, у которого нет никаких оснований. То есть я испытываю вину из-за того, что не является плохим или в чем я вовсе и не виновен. Но если меня так научили, мне это навязали, то я буду чувствовать себя подобным образом. Ложное чувство вины – это чувство не от Бога. Поэтому в нем нет ничего хорошего. Некоторые люди годами живут под его гнетом, они живут в тревоге и разочаровании, они теряют чувство настоящей радости. И хотя у них множество причин быть счастливыми, но они несчастны. У них есть много причин наслаждаться жизнью, но они не наслаждаются. Ложное чувство вины возникает у человека в то время, когда он не сделал ничего плохого. Дьявол радуется, когда христиане носят в себе эту отравляющую жизнь эмоцию. Мы так и с вами прочитали. «Печаль мирская производит смерть». Дьявол ищет, как украсть, убить и погубить. И ложное чувство вины приводит людей к упадку сил, к подавленности и унынию. Так откуда же может возникать ложное чувство вины? И одной из причин может быть ложные запреты. Ложные запреты провоцируют ложное чувство вины. Я как-то слышал свидетельство брата, вот он рассказывает, летний жаркий день, он зашел в магазин, купил мороженое, и выходит брат, проповедник, разворачивает, начинает есть, и вдруг сестра из церкви идет. И он говорит, и мне стало стыдно. Я вот и думаю, а что стыдно? Ты украл мороженое, или у тебя в руках бутылка пива, или ты сигарету достал. Ну вот в нем, и этот пример для меня был ярким примером ложного чувства вины. И у нас это порой бывает, когда мы начинаем стыдиться того, чего, по сути, стыдиться и не нужно. Я вспоминаю момент, особенно был такой момент, когда только-только стали вводить ИНН. Помните? Индивидуальный номер налогоплательщика. В бухгалтерии все переходили на электронный формат работы с налоговой, и нужно было, чтобы каждый рабочий перешел и имел ИНН. И сестра с переживанием, потому что часто об этом говорили, что ИНН – это метка дьявола и такое все прочее, она с переживанием подошла к пресс-фитеру и спрашивает, «Как вот мне на работе быть?» На что он ей сказал, ИНН не бери, не принимай. Ну а как быть-то? Ради нее бумажную картотеку везти не будут, нужно все в электронном виде. И были трудности, и переживания у сестры, и томление духа. Ну а ты же с работы не будешь увольняться? Сейчас ИНН везде нужно. В итоге она принимает ИНН и вроде работает дальше, но с каким чувством она дальше работает? Понимаете? Ведь ей сказали, что нельзя, значит, она нарушила запрет. И все, она попала в эту колею ложного чувства вины. А что было во время ковида? Когда на работе говорили, всем нужно поставить прививки от ковида, ковид-19. Вот такое условие. И брат приходит и говорит, как быть? Пресс-фитер говорит, не ставь прививку. И опять, ну а семью-то кто будет кормить? А тот пресс-фитер, который дал совет, он был на содержание, ему вообще все равно, есть у него ИНН, прививка или прочее. Понимаете? А у этого семью кормить надо. Но он ставит прививку и продолжает работать, и семью кормит. Но в сердце-то у него что? Ложное чувство вины. И вы знаете, две тысячи лет назад фарисеи придумали заповедь на заповедь, правило на правило. Они налагали на плечи слушающих их бремена неудобоносимые, а сами перстом их не двигали. Например, был такой субботний день, можно было пройти две тысячи шагов. Но что делал фарисей, когда ему нужно дальше пройти? Он, проходя две тысячи шагов, доставал платок, клал его на землю, теперь это его место, отсюда можно снова две тысячи шагов идти. И так происходило в то время, когда они, как гробы окрашенные, казались людям святыми, но все лишь делали на показ, чтобы их хвалили люди. Другой пример. У молодой сестры сильно-сильно, очень сильно заболел ребенок. И она просит церковь помолиться. А после собрания подходит к ней особо духовная сестра из пожилых и говорит, за грехи родителей страдают дети. И пошла. Ну и что в результате возникает в душе этой молодой сестры? Ложное чувство вины. И этой сестре хочется сказать, дорогая, давай откроем книгу пророка из Езекииля. 18 глава, 20 стих. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Так откуда же в нашей среде берутся ложные запреты? Часто от неверного толкования Священного Писания. К примеру, говорят, написано служите Господу без развлечения. А у вас что, молодежь? Ну что это? Велосипеды? Каток ледовый, море, настольный теннис, настольные игры, шахматы там всякие. Без развлечения. 1 Коринфянам 7 глава 35 стих. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. И что говорят те, кто акцент на этом станет? Они говорят, развлечение это занятие, деятельность, доставляющая удовольствие, проведение досуга, свободного времени. Туда все входит. И катание на льду, и настольный теннис, настольные игры, игры с мечом, отдых на речке. На море. Но, друзья, все-таки Христос говорит, исследуйте Писание. Открываем и смотрим, что стоит греческое слово «апериспатос», переведенное на русский «развлечение». Это слово переводится как и имеет значение «без отвлечения, ничем не отвлекаясь». А ведь все могу в стихе, вырванном из контекста, да? А если мы посмотрим контекст, а в контексте сказано, что речь идет о семейных узах, о браке. То есть, неженатый апостол Павел говорит, что лучше быть, как я, свободным от семьи для полного посвящения себя Богу, так как много сил, времени у женатых и замужних уходит на обычные семейные земные дела, на восполнение земных нужд супруга и супруги. И здесь же стих 34 говорит, что замужний заботится о мирском. То есть, оказывается, там не о развлечениях вовсе говорится, а о служении Богу без отвлечения на семейную жизнь. При этом, заметьте, Павел не ставит запрета, говорю, не с тем, чтобы наложить на вас узы. Павел говорит, я не хочу вам ставить ограничения, буквально там написано накидывать на вас петлю. В следующем, 36 стихе, Павел дает разрешение на брак тем, кто хочет жениться или выходить замуж, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Итак, здесь Павел не ставит запрета на брак, тем более не ставит запрета на развлечение, проведение досуга, а говорит, что лучше быть, как он, холостым и не отвлекаясь на дела семейные, все время служить Господу. Добавлю к этому, потому что сам Иисус Христос не был против отдыха. Он даже побуждал уставших учеников отдохнуть. Марка 6, глава 31 стих. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Но как же? Как же? Люди к нам приходят, им нужно помочь. Нет, говорит Христос, вам очень нужен сейчас отдых. Идите в место, где нет людей и их забот. Идите отдохните. И здесь, конечно же, я переживаю, чтобы у слушателей маятник не качнулся в противоположную крайнюю точку, особенно у молодежи. Есть такое понятие гедонизм от греческого идония, наслаждение, удовольствие. Согласно ему, удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной ценностью. То есть, вся жизнь таких людей построена на том, чтобы получать больше удовольствия. Работать для них нужно, чтобы больше было средств на удовольствие. При этом важно избегать жертвенности и помощи другим, не тратить деньги и время на добрые дела, чтобы больше времени и денег было на меня любимого. Все вокруг должно вращаться ради меня, ради моего удовольствия и моего наслаждения. Вот это гедонизм. Это противно Богу. Меньше страданий, меньше боли, жертвы, напряжений, больше земных благ, удовлетворения моих желаний, больше, больше наслаждений. Это девиз гедонизма. Есть хорошая поговорка, я ее часто повторяю своим детям, особенно в дни школьных каникул. Я им говорю, праздность мать всех пороков. Отя дан твитя по-латински. То есть праздность рождает пороки. Праздность это безделие, ленность, пустое времяпровождение. И дорогие дети, подростки, молодежь, если вы не заняты добрым и полезным, то велика опасность уподобится Содому и Гаморе. Так у пророка и написано. Изекииля 16 глава 49-50 стихи. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они и делали мерзости пред лицом моим, и увидев это, я отверг их. Посмотрите, в Содоме и Гаморе была гордость, пресыщение и праздность. А какой конец нам всем прекрасно известно. Друзья, читайте Библию каждый день, читайте больше добрых книг, изучайте иностранные языки, помогайте маме по дому, творите добрые дела, занимайтесь развитием себя как духовно, так и интеллектуально и физически. Будьте всесторонне развитым человеком, годным на всякое доброе дело. Я немного отвлекся, давайте мы вернемся к теме вины. Обычная картина. Представьте сын или дочь, которых родители с детства постоянно обвиняли во всех проступках. Вот они вновь и вновь напоминают ему о его прошлых ошибках, неудачах, невольно создавая в ребенке перманентный комплекс вины. «Ты не такой, как сын Сидоровых», и тут приводится фамилия образцовой семьи, он-то на пятерке учится, на скрипке играет, на английском говорит, а ты троечник, позоришь нашу семью. Давление, постоянное сравнение с каким-то лучшим мальчиком, с лучшей девочкой, повышенные требования, и он у родителей постоянно виноват, то пролил, то разбил, то двойку получил, то опять не слушается, и в ответ у родителей вырывается раздражение и крик, и даже, может быть, обзывание и унижение. И чаще это родителями делается из добрых же побуждений. Они ведь хотят как лучше, они ведь действительно считают, что это и есть правильное воспитание, а может быть, делают так, потому что человек уязвим такой, а значит, можно использовать его вину, управляя им, манипулируя, давя на болевые точки его души. И вот сын или дочь вырастают, создают свою семью, и этот круг вины повторяется уже в их детях, а может быть, в муже и в жене. И как порвать этот порочный круг ложного чувства вины? И есть выход. Это Иисус Христос. Нам всем нужно найти успокоение в нем. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мы цены в очах Бога, и не просто цены, а многоценны, и цена наша равна цена крови Господа нашего Иисуса Христа, отданной за нас на кресте. И именно в нем, через покаяние и исповедание своих грехов, мы находим мир и покой душам нашим. И возможно, вы уже каялись в своих грехах, воспоминания которых вам вновь и вновь отравляют вашу душу, и вы и так не нашли успокоения. И опять эта вина, как жестокий жандарм, приходит к вам и обвиняет вас. Вам нужна живая вера в любящего Господа Иисуса Христа. И если вы покаялись и попросили прощения, верьте, что Иисус Христос вас простил. А может быть в нашем собрании есть те, которые еще никогда не обращались к Богу с молитвой. Господь желает снять с вас бремя вины, какой бы она ни была, Бог силен это сделать. Вы знаете, в тоталитарных сектах руководству выгодно держать своих адептов в постоянном чувстве вины, потому что такими людьми легче управлять, ими можно манипулировать. Но в церкви Христа не так. Христос желает освободить всякую вину, снять всякую вину. И, возможно, ваша ситуация настолько сложна, что вам нужна будет помощь пресвитера, и после собрания у вас будет такая возможность побеседовать, помолиться, исповедоваться. Господь желает, чтобы из нашего собрания никто не ушел сегодня под гнетом какой-либо вины. Бог дает свободу. И мы с вами начали наше размышление, я подхожу к концу с посланием к Тимофею. Члены церкви в Ефесе имели эту свободу во Христе, но к ним вкрадывались лжебратья, которые желали подсмотреть за их свободой. Но Павел говорит, этим братьям, лжебратьям, мы ни на час не уступили и не покорились. И нам важно стоять в свободе Иисуса Христа. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. И Давид молился в Псалме 31. От вседневного стенания я был угнетен, и исчезла свежесть моя, но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Поэтому помолится тебе всякий праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Дорогая душа, может быть, ты тонешь в этом чане расплавленного битума, в этой вине, и ты коришь себя, и не знаешь освобождения, приди к Иисусу Христу. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И мы сейчас будем молиться, и ты можешь открыть свое сердце пред Господом и получить освобождение от этого тяжелого времени вины. А те друзья, кто уже получил свободу и дар прощения, нам есть за что благодарить Господа. Ведь это истинное счастье, это истинное блаженство ходить пред лицом Господа. И Господь нам не вменен греха, потому что Христос умер за нас. Слава Ему. Аминь. Помолимся.